Здравствуйте, в прямом эфире новости в студии Илья Райшев. Теплые вещи и медикаменты, а также бензопилы и ноутбуки. Ханты-Мансийские общественники объяснили значение предметов в составе гуманитарного груза, который отправили на территорию проведения специальной военной операции. Сфера образования получит 101 миллиард рублей, здравоохранения около 60. В игре обсудили бюджет на будущий год. Здесь царит творчество. В Сургутском районе после пандемийного перерыва провели фестиваль «Югракон» и порадовались его масштабом. Мобилизованные добровольцы из Сургута и Сургутского района сегодня отправились в учебные центры. У венкомата Сургута собрались не только родные и близкие югорских мужчин. Представители власти и общественники пришли проведить земляков с подарками. Традиционно собрали продукты, медикаменты, носки и сшитые вручную балаклавы. А также жители Барсова всем обратившимся вручили аптечки. Подробнее с места событий расскажет Леана Киамова. У Сургутского военкомата сегодня многолюдно в учебные центры. Отсюда отправляются добровольцы и мобилизованные сразу двух муниципалитетов Сургута и Сургутского района. Проводить своих мужчин пришли родные и близкие. Расскажите, пожалуйста, вот кого вы сегодня провожаете? Сегодня провожаем друга. Ему же уже проводила я. Поэтому, конечно, мы поддерживаем ребят. Поддерживаем всех ребят, которые уходят сегодня. Мы ожидали, конечно, что парни у нас настолько сильные духом. Все просят не лезть на слез, потому что у них реально боевой настрой. Они большие молодцы и для нас они, конечно, уже герои. Подарки мобилизованным и добровольцам собрали и жители поселка Барсова. Что собирали, нам расскажет глава сельского поселения Барсова Вячеслав Позняков. Здесь аптечка, здесь каждый из наших мобилизованных. И не только мобилизованных, но и контрактники, добровольцы. Каждый, кто приходит к нам, обращается. Мы вручаем аптечку, которую собирали всем миром. То есть у нас есть определенный перечень лекарств, который вот здесь написан. Мы по этому перечню собираем. Тут и грелки, обезболивающие, обеззараживающие, кровоостанавливающие, жгуты. То есть то, что сегодня уже в магазинах просто так не купишь. Сейчас югорчанам предстоит несколько часов дороги до учебных центров. Там они пройдут специальную подготовку. В том числе медицинскую и огневую. Леана Киямова, Артем Ковтун, телекомпания Югра, Сургут. Представители национальных общин передали гуманитарному добровольческому корпусу спортивный инвентарь. Четыре груши, полсотни шлемов и столько же пар боксерских перчаток предназначены для спортивных школ Донбасса. Этого достаточно, чтобы организовать по две секции бокса и кикбоксинга. На покупку общественники потратили больше 300 тысяч рублей. Деньги собрали во время благотворительного турнира. Он состоялся летом. Перед покупкой представители общин обсуждали, какое именно оборудование приобретать с президентами спортивных федераций, общественниками, а также с тренерами из Донецкой и Луганской народных республик. Остановились на снарядах для единоборств. Не будем забывать о том, что на территориях республик также есть образовательные учреждения, спортивные учреждения, дошкольные учреждения, которые организуют тоже какие-то мероприятия для детей, в том числе и спортивные учреждения, которым также нужна поддержка, кроме гуманитарной. Более 7 тонн гуманитарной помощи собрали жители окруженной столицы. Сегодня это вещи, продукты питания, медикаменты и другие предметы первой необходимости отправили в Сургут. Там груз доукомплектуют и в конце недели отправят в зону специальной военной операции. О том, как собирали груз и что принесли хантамантийцы, расскажем в следующем сюжете. Теплые вещи, ноутбуки, бензопилы, продукты питания. Вот малая часть того, что фасуют в коробке и в ближайшее время отправят в зону специальной военной операции. Собрали и медикаменты, которые смогут спасти не одну жизнь. В наборы входят гемостатические коллагеновые губки, антисептические повязки, жгуты, бинты и другие средства первой медицинской помощи. Та помощь, которая необходима в первые минуты для сохранения жизни человеческой при различных ранениях, рваных ранах, сквозных ранах, осколочных ранениях и так далее. Хотя оно кажется как бы немножко, но каждая из здесь присутствующих предметов, а именно каждая губка может спасти человеческую жизнь. А их тут у нас несколько сотен. Кроме того, в ближайшее время в окружной столице пройдет акция для доноров, где любой желающий сможет сдать кровь, и она также будет отправлена в зону СВО. А помогут приобщить горожан к донорской акции волонтеры-медики. Мы договорились с окружной клинической больницей, в какой день придут. Точно так же мы доводим до сведения доноров, кто уже является постоянным, что в этот день можно прийти и сдать кровь. Кроме того, добровольцы помогают и теплыми вещами. Шпаргалку, как правильно шить одежду, девушки нашли у блогера из Перми. На своем канале она не только рассказывает, но и показывает, как правильно изготовить ту или иную вещь. Поэтому рукодельницы из Канты-Мансийска объединились и стали по вечерам шить. Вообще пошито 60 толстовок, более 65 снудов, балаклав, носочков у нас порядка 10 пар. Порядка 10 пар. Это не вся партия привезенная, большинство еще сейчас дошивается, так как все шьют свободное от семьи, от работы время. Теплой материнской записочкой. Поэтому я думаю, что будет и тепло и на душе, и на теле, когда кто будет носить эти варежки и эти носочки, связанные материнскими руками. Свой вклад в сбор гуманитарного груза внесли малочисленные коренные народы Севера. Кроме ягод и теплых вещей, они привезли необходимые предметы для жизни в полевых условиях. Прежде всего мы уточнили, какие наиболее востребованные и необходимые вещи. Естественно, мы сегодня отправляем это бензопилы, очень хорошего качества штиль. Мы хорошие топорики, налобные фонарики, газовые плиты, которые позволят им потом согреть, разогреть пищу вместе с баллонами газовыми. Департамент недропользования подготовил ноутбуки для того, чтобы можно было оперативно работать с теми же коптерами, обрабатывать информацию. Это тоже будет передано не военнослужащим, а в подразделения, которые занимаются разведкой, которые занимаются с квадрокоптерами. То есть там, где это на самом деле необходимо для выполнения служебно-боевых задач. Сейчас весь гуманитарный груз находится в Сургуте. Там его доформируют и отправят в зону специальной военной операции. Дмитрий Пришвицин, Александр Шулдиков, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. В Егорской прокуратуре вспоминают бывшего руководителя Юрия Бедерина. Сегодня генерал-майору исполнилось бы 70 лет. Пост окружного прокурора он занимал с 92-го по 2000-й год, когда в конце июля трагически прерывалась его жизнь. Убийц задержали практически по горячим следам, а вот предполагаемому заказчику удавалось долго скрываться. Год назад силовики вышли на него, сейчас дело готовят к передаче в суд. О том, каким был генерал-майор на работе и в поседневной жизни вспоминают его коллеги, друзья и родные. В материале Антона Войтовича. Это именно тот самый подъезд, где более 22 лет назад трагически прервалась жизнь прокурора Югры, когда он возвращался домой с работы. Громкое заказное убийство произошло 25 июля 2000 года. В этот день отмечалась очередная годовщина профессиональной деятельности Юрия Бедерина в прокуратуре. 23 года. В восьмом часу вечера он отправился домой, но увидеть семью ему уже было не суждено. Сейчас зайдем внутрь, посмотрим место происшествия. Заходи. На похороны генерал-майора собрались сотни людей, не только родственники, коллеги и друзья, но и простые горожане. Именно прокуратура зачастую встает на защиту прав граждан, защищает от произвола работодателей, например. Как органы прокуратуры реагируют на факты невыплаты заработной платы, пенсии, пособия населению в нашем округе? Вопрос, видимо, животрепещущий. Да, это одно из основных направлений нашей работы, и мы тут очень большую пользу приносим людям. Не должно быть так, чтобы за работу не платилась заработная плата. Много цифр, много людей, польза есть. Он просто-напросто порядочный человек, был на месте, хороший работник, профессионал, он пользуется уважением среди людей. Он был настоящим, правильным человеком, внимательным ко всему своему окружению, неимоверно добрым. Сегодня прокуратуре округа не осталось тех, кто бы лично работал с Юрием Бедериным, но имя его помнят, и рассказы о его принципиальности, непримиримости к нарушениям закона ходят до сих пор. А для новичков есть даже своеобразное посвящение, обязательно изучить музейную экспозицию о генерале. В некотором роде можно сказать, что он является как прокурор именно за счет его профессиональных качеств, примером для молодых сотрудников. Безусловно. Юрий Александрович Бедерин, он внес значительный вклад в становление окружной прокуратуры. Для простого человека прокурор округа – это прежде всего чиновник. Но для работников прокуратуры автономного округа Юрий Александрович навсегда останется тем человеком, который немало сделал для поднятия имиджа и престижа прокуратуры автономного округа. Супруга и сын давно не живут в Ханты-Мансийске и переехали в другой большой город. Сегодня для них особенный день – день рождения Юрия Бедерина. Ему исполнилось бы 70 лет. Этот день всегда для нас был очень важным. Особенно очень много воспоминаний о том, как мы этот день проводили всей семьей. Папа очень любил этот праздник проводить именно с домашними, с нами. Но так как он был и человеком публичным в силу занимаемой должности, праздник проводился также и в кругу близких друзей и близких коллег. Сегодня имя Бедерина увековечено не только на мемориальной табличке на здании прокуратуры. Год назад Юрию Александровичу присвоили звание почетного гражданина Югры посмертно. В Костромской области имя генерала носит его родная школа Антон Войтович, Ильдар Муратов, Денис Захаров, телерадиокомпания «Югра-Ханты-Мансийск». В Сургуте увеличили автопарк, который будет бороться со стегом на улицах города. Всего 180 машин будет убирать осадки зимой. При необходимости коммунальщики будут работать круглосуточно. Также у подрядчиков есть резервная техника. Для устранения гололеда уже заготовлена песко-соляная смесь. Ее будут разбрасывать по дорогам с помощью самосвалов. Смеси хватит на 10 тысяч выездов. По словам подрядчиков, этого количества достаточно на конец 2022 года. Судя по прогнозу погоды, в Сургуте уже на этой неделе начнутся обильные снегопады. Эта техника будет работать постоянно, круглосуточно. Я надеюсь, погода нам не предоставит таких сюрпризов, как в прошлом году. И пройдет все намного более гладко, чем раньше. Инвестор поможет развить беспилотную доставку грузов в «Югре». Об этом говорили на рабочей встрече, которую губернатор Наталья Комарова провела с президентом Альфа-Банка Олегом Сысуевым. Говорили об экономической деятельности в отраслях, ориентированных на глобальные рынки. Таких, как, например, беспилотная доставка грузов и цифровые месторождения. Кроме того, во время встречи стороны подписали соглашение об укреплении партнерских отношений между регионом и банком. Нам интересен в этой связи опыт консорсового «Альфа-Друб» по инвестированию стартапов. Еще, кроме каких-то, может быть, нестандартных, уникальных механизмов, мы в этом крайне заинтересованы, потому что максимальное влияние, внимание уделяем тем направлениям экономической деятельности, которые не считаются для нашего региона типичными. Мы готовы ко всем направлениям, которые развивают здесь и очень успешно на территории субъекта Российской Федерации местная администрация, быть партнерами, участвовать в конкурентной борьбе, безусловно. Мы к этому готовы. Бюджет в Югре останется социально ориентированным. Параметры и цифры главного экономического документа региона на ближайшую трехлетку рассмотрели сегодня на заседании Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике в Окружной Думе. По предварительному проекту доходы Югры в будущем году превысят 283 миллиарда рублей, а расходы составят 325 миллиардов. Из них больше 70% направят на финансирование социальных обязательств. 101 миллиард получит сфера образования. Это на 13 миллиардов больше, чем в прошлом году. Больше 61 миллиарда выделили на социальную политику и почти столько же на здравоохранение. К слову, параметры окружного бюджета по доходам и расходам в 2023 году будут выше, чем в этом. Чем больше санкций, чем больше закрывает нам возможность реализации в том же тех же наших природных ресурсов, нефть, газ, тем все-таки у нас параметры бюджета по итогам мы рассматривали там 6 месяцев, 9 они достаточно уверенные, стабильные, они растут. Югракон вернулся в оффлайн формат после пандемийного перерыва и расширил свои масштабы. Фестиваль косплей, фэнтези, фантастики и комиксов собрал в этот раз участников не только со всего региона. На него в Сургутский район приехали поклонники из Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Новосибирска. Помимо традиционного конкурса костюмов, там прошли мастер-классы с приглашенными гостями. С кем извез российского косплей больше всего хотели встретиться югорчане, узнаем из материала Натальи Соловьевой. Здесь открыты любому виду творчества и рады всем его проявлениям. На фестивале косплея, фэнтези и фантастики Югракон, который ежегодно проводится в Сургутском районе, можно встретить персонажей из культовых сериалов, аниме и видеоигр. За четыре года событие уже стало визитной карточкой округа. И если раньше к нему относились скептически, приживется или нет такая традиция, то сейчас сюда специально приезжают даже из других регионов. Если в 2019 году мы приглашали людей на аллею авторов и с большим трудом нашли четыре человека, то в этом году нам поступило больше 50 заявок, и мы отобрали из них только 20, потому что не располагаем место. В этом году у нас не два магазина, как в 2019 году, а 40. Участников в этом году больше тысячи. Количество перерастает в качество. Главная часть фестиваля – конкурс косплея. Некоторые участники готовились к нему целый год. Придумывали образ, шили костюмы, печатали детали на 3D-принтере. Слаждее всего участвовать в дефиле Ирине Шепард. Чтобы стать лешим из вселенной Ведьмака, девушке приходится шагать по подиуму на ходулях. Аплодисменты, аплодисменты, друзья! Аплодисменты, 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 аплод Гребы натуральные, мох натуральный, все остальное – это специальные материалы для крафта и строительные. Меня сюда вообще сестренка привела. Она очень хотела побывать на каком-нибудь аниме-фестивале, поэтому я решила ее поддержать и вместе с ней сходить, соответственно, поучаствовать немножко в косплее. Вы хотя бы помните, да, как персонажа зовут вашего? Она просто злая девочка. Я знаю, что она из Багангроба. Мне понравилось это самое химоно, я решила заказать. А потом сестра мне рассказала, что эта девочка злая и плохая. Плохой персонаж, я решила, что все равно и так хорошо. Это торговец обычный, который связался с не совсем обычным существом, божеством. Здесь у меня всевозможные зелья. Это зелья жизни, зелья маны и зелья скорости. По факту, конечно, там жидкости разные. Здесь, например, ферри на литр. Здесь жидкость для мытья пола. А здесь просто вода с пищевым красителем. Некоторые участники приехали сюда специально для того, чтобы себя показать ему, Евгению Грейсон Фину Васильеву, одному из членов жюри. Он профессиональный косплеер, который монетизирует свое творчество. До ковидного времени одна кинопремьера, допустим, не обходилась без... Вот есть аниматоры, и в себе открыли люди, ну не люди, а организаторы, открыли вот такую возможность, как косплееры. Ребята, которые очень ответственно подходят к производству костюмов. Им нужен какой-нибудь Бэтмен, допустим, например, у фильма от DC. И у нас реально поступали заказы. Косплей не только может стать делом жизни, за которое можно получить деньги. Подражание понравившемуся персонажу заставляет осваивать новые навыки. Самим шить, делать макияж, даже учиться фехтовать, если этим искусством владеет герой сериала или игры. И, конечно, творить. Поэтому в программе фестиваля встречи с актерами, художниками, писателями. В этом году на Югрокон приехал автор цикла «Тайный город» фантаст Вадим Панов. Главное, что он хотел донести до начинающих сценаристов, поэтов и прозаиков, не бояться делиться своим творчеством. И такие фестивали как раз место для того, чтобы заявить о себе. Сомнения, какое-то ощущение того, что может быть не получится, может быть никому не понравится, очень часто приводит к тому, что люди перестают верить в себя, особенно начинающие авторы, актеры, поэты, музыканты. То есть очень много таких случаев, когда человек просто не верит в себя и не показывает никому своё творчество. Очень здорово, что у вас есть такие замечательные площадки, благодаря которым вы можете реализовываться, с душой делать то, к чему у вас лежит душа, и тем самым популяризировать субкультуры. Потому что, когда вы делаете любимое дело, вы можете состояться в нём, вы развиваете креативные индустрии. Югрокон — это ещё и место, где происходят судьбоносные встречи, появляются идеи новых проектов. Ведь сюда для этого и приезжают поделиться творчеством и найти друзей. Наталья Соловьёва, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Югра», Сургутский район. К этому часу это все новости от моих коллег. В студии был Илья Райшев. Всего доброго. Как сэкономить, но при этом организовать качественный досуг? Ответ на этот вопрос знает Ростелеком. Компания предлагает выгодный тарифный план «Киноман 5 в 1». Предложение включает интернет последнего поколения со скоростью 200 мегабит в секунду, 200 ТВ-каналов и пакет с контентом сразу пяти известных онлайн-кинотеатров «Винг» — пять в одном. Выгода составит более 30%. Я люблю смотреть сериалы. Приходишь вечером, садишься возле телевизора и начинаешь путешествие по онлайн-кинотеатрам в поисках нужной серии. Но на это уходит столько времени. Теперь же все стало проще. Включил «Винг» и выбрал весь контент в одном сервисе. Покупать по отдельности дорого, а пять кинотеатров сразу получается дешевле. Тарифный план «Киноман 5 в 1» объединяет высокоскоростной интернет, интерактивное телевидение. Удобная навигация по тематическим подборкам позволит быстро и легко найти интересующий вас ТВ-канал. Контент из пяти известных онлайн-кинотеатров «Амедиатека», «Старт», «Море ТВ», «Онлайн-кинотеатр Винг» и подписка на видео «Кинопоиск». В современных семьях, как правило, есть несколько устройств, с помощью которых мы привыкли смотреть свои любимые фильмы и телепередачи. Это телевизор, ноутбук, планшет, телефон. Компания «Ростелеком» предлагает услугу мультискрин. В рамках одной учетной записи вы можете подключить до пяти устройств. Не только в одной квартире, но и в разных городах одновременно. Подключить мультискрин легко. Откройте раздел «Мое». В меню ТВ-приставки нажмите «Активировать мультискрин». Чтобы смотреть интерактивное ТВ на других экранах, зайдите на портал Винг и установите приложение на ваше устройство. К одному аккаунту можно подключить до пяти устройств одновременно.